Здравствуйте! Это «Время новостей» на МТВ в студии Любовь Макарова. В Лугограде стартовали предварительные онлайн-обсуждения по выбору общественных пространств, которые будут обновлены в 2025 году по региональному проекту формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Напомню, что проект инициирован президентом России. Отдать свой голос за два понравившихся объекта можно до 26 декабря, включительно пройдя по ссылке. Принять участие в общественных обсуждениях волгоградцы могут и через платформу обратной связи на портале госуслуг. Для этого необходимо перейти через виджет «Мой выбор – мое будущее» на официальном сайте администрации Волгограда, далее выбрать раздел «Опросы». В предварительный перечень вошли 24 территории. В Красноармейском районе предлагается обновить парковую зону по улице 40 лет в ЛКСМ у стадиона «Темп». В Кировском – сквер по улице Кирова, в микрорайоне 503 и сквер Руднево. В советском – территорию УЗАГСа по проспекту Университетскому 64, в Ворошиловском – сквер по улице Профсоюзной, пешеходную зону по улице Пугачевской, прогулочный маршрут по Академической до Волги. В центральном районе в список вошли пешеходные зоны по улицам Волгодонской, Островского и улицы Мира и другие общественные пространства. Дзижинский район – общественная территория в границах улицы имени Константина Симонова 26-34 и улица 8-й воздушной армии. Территория у поликлиники номер 30 и еще несколько объектов. В Краснооктябрьском предлагается обновить парк «Победа» по проспекту Ленина от улицы Возрождения до улицы 39-й Гвардейской. В тракторозаводском районе спортивную площадку напротив домов 73-75 по улице Привокзальной, территорию у стадиона «Трактор» и пространство рядом со станцией скоростного трамвая ВГТЗ. Сделать выбор жителям Волгограда нужно до 26 декабря. Из указанных объектов 8 парков, скверов и прогулочных зон будут включены в итоговое рейтинговое голосование. Оно пройдет весной следующего года на всероссийской онлайн-платформе. Пространства, которые наберут наибольшее количество голосов волгоградцев, городские власти реконструируют в первую очередь. Сегодня в день Конституции Волгоград присоединился ко всероссийской патриотической акции «Мы граждане России», в рамках которой первые паспорта граждан Российской Федерации вручили кадетам полицейских классов городских школ. Церемония прошла в триумфальном зале музея-заповедника «Сталинградская битва». Началась она с внесения под звуки преображенского марша флага Российской Федерации. К кадетам полицейских классов обратился заместитель начальника главного управления МВД России по Волгоградской области генерал-майор полиции Вадим Леншин. Он поздравил кадет с ответственным событием в их жизни, а также подчеркнул важность получения паспорта гражданина Российской Федерации в триумфальном зале музея-заповедника «Сталинградская битва». Этот день запомнится нашим юным гражданам на всю жизнь. Каждый год полицейское братство пополняется, кадетское движение развивается и, безусловно, является действенным резервом для сотрудников МВД. Надеюсь, что наши ребята, девчонки выберут героическую профессию полицейского, будут защищать родину, отчизну и своими успехами в учебе, в труде, приумножат. Сегодня в торжественной обстановке свой первый и важный в жизни документ получили 38 кадет специализированных полицейских классов городских школ. Это значит, что ты теперь несешь ответственность за свои действия и то, что ты должен быть честным, свободолюбивым, также трудолюбивым и любить свою родину, конечно. Для меня это почетно получить паспорт в музее Сталинградской битвы. Впечатления очень яркие остались, чувствовала немного волнения. В завершении церемонии полицейские вручили юным волгоградцам Конституцию Российской Федерации и выразили уверенность, что каждый из них станет достойным гражданином своей страны. Сколько денег волгоградцы оставили в кафе? Почему куриные яйца стали золотыми? И какой продукт крайне необходим организму зимой? Далее краткий обзор самых читаемых публикаций нашего информационного портала mtv.online. Дорожают каждую неделю. Генпрокуратура проверит обоснованность роста цен на куриные яйца в Волгограде. Специалисты Роспотребнадзора объяснили волгоградцам, что делать в случае отличия цифр в ценнике и чеке на кассе. Что за звуки напугали жителей Волжского и микрорайона Спартановка? Как волгоградцы смогут сэкономить при оплате воды и отопления в январе 2024 года? Волгоградцам пообещали зрелищный звездопад 14 декабря, в какое время метеоры начнут свой активный пролет над землей. В авиацию пришла после первого путешествия, что известно о Волжанке, которая вошла в топ-5 стюардесс мира. По народным приметам, почему 13 декабря супругам нельзя ссориться. Для укрепления иммунитета, какие продукты просто необходимы организму зимой. Готовимся к празднику правильно, какими характеристиками обладает хорошая гирлянда. А также, почему волгоградцы стали чаще доверять дизайнерам украшения дома к Новому году. И сколько денег потратили волгоградцы на кафе и рестораны. Об этом и не только читайте на сайте мтв.онлайн. Активные приготовления к зимним праздникам продолжаются во всех районах нашего города. Готовятся к Новому году и жители города-герои и коллективы организаций. На благоустроенной территории у тракторзаводского дворца культуры специалисты смонтировали 15-метровую зеленую красавицу. Сегодня сотрудники районного МБУ ЖКХ приступили к ее оформлению. На елку увешивают гигантские шары и чуть позже к ним добавится световое оформление. Рядом с лесной красавицей установят новогодние скульптуры. Мы будем ставить фигуры. Чуть позже, после 20-го числа, большая фигура с оленями и санями. Так сказать, сюрприз для наших жителей нашего района. Что касается дворца культуры, с сегодняшнего дня мы начинаем наряжать внутренние свои помещения. С 20 декабря в 16.00 будет открытие новогодней елки на площади аттракционов поселка Спартановка. Большой хоровод, мы зажигаем огни на этой большой елке. Поэтому, конечно же, мы всех желающих приглашаем. Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях. С подробной лентой новостей можно познакомиться на сайте mtv.online. На этом пока все. Доброго утра и хорошего дня. Сегодня в Волгограде переменная облачность. Утром и днем снег, метель. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Местами порывы до 20 метров. Температура воздуха минус 8, минус 10. Субтитры подогнал «Симон»